Всем привет. Вы находитесь на канале Компьютерные Радости и с вами как всегда Вадим. И сегодня я вам хочу показать как в Яндекс браузере на своем аккаунте включить двухфакторную аудификацию. Для этого нам необходимо нажать на свою аватарку, либо на свое имя. Нажимаем сюда. В открывшемся окне нам необходимо нажать управление аккаунтом. Вот я зашел в свой аккаунт, как видите у меня есть уведомление. Усильте защиту подтверждением входа. Узнать больше. Можно нажать узнать больше и начать заполнять двухфакторную аудификацию. Можно просто опуститься вниз, если у вас нет этого уведомления и нажать пароли и авторизация. Нажимаем сюда. Как видите здесь есть такой пункт настроить двухфакторную аудификацию, чтобы входить на Яндекс без пароля. Нажимаем сюда. В открывшемся окне у нас появился шаг первый. Подтвердите номер телефона. Если вы когда создавали аккаунт на Яндексе и регистрировались с помощью телефона, он у вас отобразится вот здесь вот. И нам осталось только нажать получить код. Если же нет, то введите вот в это поле свой номер телефона и нажмите получить код. Нажимаем. Пришел мне код на телефон. Я его вот в это поле ввел. Теперь необходимо нажать подтвердить. Нажимаем сюда. Теперь шаг второй. Придумайте и запомните пин-код. Пин-код нужен каждый раз, когда вы получите одноразовый пароль в Яндекс ключе. А также для восстановления доступа к аккаунту. Храните пин-код в тайне. Сотрудники службы поддержки Яндекса никогда его не спрашивают. Введите от 4 до 16 цифр пин-кода. Давайте введем его. Вот я ввел четырехзначное число и как видите у меня вышло предупреждение. Пин-код не должен начинаться с 19 или 20 или быть слишком простым. Например 4 семерки или 1 2 3 4. Поэтому необходимо придумать другой пин-код. Придумал я пин-код. Вот в этом поле я его повторил и теперь необходимо нажать кнопочку создать. Теперь шаг третий. Настройка двухфакторной аутификации. Добавьте свой аккаунт в мобильное приложение Яндекс ключ. Получите ссылку на телефон. Нажимаем сюда и нам на телефон придет ссылка на приложение. Нажимаем сюда. Перешел я на телефон. Нажал на уведомление. У нас открылось вот такое окно. Здесь необходимо нажать установить. И у нас происходит установка приложение Яндекс ключ на ваш мобильный телефон. Андроид. Теперь необходимо немножко подождать. Быстро устанавливается. Теперь у нас проходит проверку это приложение и после этого необходимо нажать открыть. Нажимаем сюда. И теперь простой, но надежный пароль от Яндекса. Нажимаем далее. Ключ от сотни сервисов. Опять нажимаем далее. Под землей или над землей. Опять нажимаем далее. Самое время добавить первый аккаунт. Добавить аккаунт в приложении. Нажимаем сюда. Разрешить приложению Яндекс ключ. Снимать фото и видео. При использовании приложения. Нажимаем сюда. Все. У меня установлено приложение. Теперь я навожу его на QR код. И я его считал. Теперь необходимо набрать пин-код. Набрал я на телефоне пин-код. Конечно же мне приходится прятать свой QR код, чтобы меня ни в коем случае не взломали. Так что уж извините, я его поэтому прячу. Он находится вот здесь где галочка. После того как мы отсканировали QR код, нам необходимо нажать следующий шаг. Нажимаем сюда. Настройка, двухфакторная модификация. Шаг 4. Введите пароль из Яндекс ключа. В Яндекс ключе нам в течение тридцати секунд предлагается одноразовый пароль. Его необходимо ввести в это поле. Сейчас его введу. После того как я ввел пароль с Яндекс ключа, нам необходимо нажать кнопочку включить. Теперь нам необходимо ввести во второе поле тот пароль, который у нас был для подтверждения. То есть старый пароль. Необходимо его внести вот в это второе поле. Ввел я старый пароль и теперь нам необходимо нажать подтвердить. Как видите у меня вверху появилось такое окно. Все хорошо, аккаунт надежно защищен. И как видите на почту нам пришло письмо. Необходимо его внимательно прочитать и выполнить все пункты, которые там написаны. Иначе вы к примеру не сможете попасть в Яндекс Дзен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.